Представьте себе такую ситуацию. Сначала вы несколько лет пытаетесь выбить у местной власти положенную по закону землю. Потом еще пару лет тратите на то, чтобы добиться подведения коммуникаций. На свой страх и риск начинаете строить дом в чистом поле, создавая новый поселок. Соседи становятся уже родными людьми, и вы частенько с ними мечтаете, какой уютной станет эта территория. Но судьба – штука коварная. Раз и за считанные дни грунтовые дороги становятся частью поля. И пути в новый поселок просто нет. Ни пройти, как говорится, ни проехать. Вот в такой ситуации оказались многодетные семьи, которые получили участки в 21 микрорайоне. Согласно плана, у нас получается, что главная дорога должна идти по бетонке. Тогда давайте так принимать решение. Мы хотим эти дороги? Да, позвольте. А вы подходили ко мне? Да, нашу точку зрения. Мы сейчас стоим вот возле этого заезда. Мы хотим, чтобы этот заезд оставили. И второй заезд, там расчищена грунтовая дорога напрямую, чтобы на него также сделали сервитут. А это уберем, да? Да, мы своими силами ее отсыпем. По поводу бетонки мы не рассматриваем. Почему? Потому что и по проекту, и фактически, эта бетонка шириной 3,8 метра. Здесь на проекте, утвержденном вами написано, что это пешеходная дорога. А проезд должен идти, 30 лет победы, в 10 метрах от бетонки, полоса от воды шириной 14 метров. И туда, на кольцевую дорогу, где кольцо должно быть. Этот проезд сделать нереально сейчас. Поэтому мы наставим на том, что временно, в кавычках, тире постоянно, нам сделать заезды вот этот и вот этот. Проезды, которые были отсыпаны в то время, когда поселок только начинали строить, оказались на сельхозземле. И ее владелец еще год назад решил привезти свои земли в соответствие с назначением и начал убирать строительный мусор, которыми были отсыпаны подъездные пути. Из-за трех проездов у предпринимателя пропадают 7 гектаров земли, на которых в этом году должны засеять проса. Главное, чтобы вопрос с незаконными грунтовками решился до 20 июня, иначе сеять будет поздно. Представитель сельхозпроизводителя отметила, что переговоры с местной администрацией по поводу дорог ведутся уже практически год. Но глава района Александр Соловьев казался удивленным, глядя на ответы, подписанные им же самим. У вас была мысль демонтировать это? Конечно. Зачем, я не пойму. А вот 14 июня 2018 года мы писали, просим убрать щебель, убрать строительный материал. И написали, чья это дорога дальше 14 июня. Ответ от 14 июня нам не поступило ни от кого в наш адрес. Я пишу повторное, прошу дать повторное заявление. На основании этого повторного мне пришло письмо. Отсыпка дорог в Щебеньке в части многодетных семей в 21-м краине на Вашукатном земельном участке не производилась. То есть за подписью даете, что вы эту дорогу не делали. Дальше мы пишем в феврале предупреждение. Я пишу вам письмо. На этом основании читаем вопрос ликвидировать данную незаконную отсыпанную дорогу и восстановить нам данный земельный участок. И многодетные, и представители сельхозпроизводителя предложили наложить сервитуты на те территории, где проходят дороги, чтобы сохранить возможность подъезда к домам для жителей нового посёлка. И глава района согласился, что такой вариант единственный в нынешней ситуации. От Вашей стороны, то есть у нас арендная плата будет за минусом тех площадей, которые уходят под дороги. Мы согласны. У нас этот разговор был год назад. Сервитуты было решено оформить не на год с последующим продлением, а сразу на весь срок аренды этой земли сельхозпроизводителем. Но чтобы такое простое и логичное решение созрело, понадобилось вмешательство депутата Госдумы Николая Панкова, который периодически собирает рабочие группы по решению проблем трёх посёлков многодетных в нашем городе. Это совместное решение властей всех уровней. И я, как депутат Государственной Думы, и Сан Саныч Соловьёв, как глава Балаковского района и Балакова, вместе с очень активным населением, которое здесь представлено на этом участке, занимаемся. И это дало положительный свой результат. Вы видите, уже часть домов построена, пока подъезды есть к тому или иному сооружению. Коммуникации, газ, вода в стадии решения. Больше, я всё-таки сказал, отдать инициативу многодетным семьям на этом участке. Они дают свои предложения, они дают пути решения, они обсуждают это. Мы спорим, но принимаем решения и помогаем им решить те задачи, которые перед ними стоят. Сейчас на этой территории уже строится примерно 40 домов. Всего же участков выдано около 300. Посёлок медленно, но уверенно растёт, как отметил Николай Панков, во многом благодаря активности самих владельцев участков, которые стремятся решать проблемы по мере их поступления.